Всем привет! Это первая вечерняя сессия первой HR подлодка Crew. Мы сегодня будем говорить про найм в компанию или найм на конкретную вакансию. Я Никита, буду основным ведущим этой сессии, помогать мне будет Катя, еще с нами Ира Синкевич из призмы, Тимофей Мендебаев из Киви и Полина Родина из Сбермаркета. Что ж, начнем, пожалуй, с вопроса, что же вообще за тема у нас такая? О господи! Прикиньте, я тут задумался, а Полина из Сбермаркета? Да, сорян, просто нервишки. Так, тема на конкретную вакансию или в компанию по универсальному профиту. Почему мы вообще об этом говорим? И зачем выбирать? Давай, Ира, расскажи, please. Окей, всем привет! Рада, что вы все пришли. Да, мне зовут Ира, я HR в компании Prisma. Собственно, сегодня пообщаемся на тему кандидатов, как их нанимать. И перед тем, как мы вообще начнем разогреваться, я хотела рассказать, у меня есть некоторая социальная миссия про то, что HR — это все-таки не только про людей, но еще и про бизнес. То есть HR всегда должен думать не только о том, как сделать своим сотрудникам хорошо, как кандидатам сделать хорошо, но и также все это прикладывать на компанию, понимать, куда движется компания, какие у нее цели, какая скорость, что вообще актуально или нет. И когда мы говорим о рекрутменте, очень важно понимать, какие цели мы преследуем, когда нанимаем людей. Мы хотим, не знаю, очень быстро нанять очень много людей, чтобы компания быстро выросла, быстро завоевала новые рынки. Либо нам важно просто добавить одного человека, который принесет нам какую-то новую экспертизу и поддержит компанию на плаву. Поэтому, когда мы начинаем выбирать какой-либо из процессов, нанимать компанию, либо нанимать в конкретную команду, всегда нужно думать, что вообще мы делаем, зачем и как это отразится на компании в целом. Мне кажется, перед тем, как выбрать, как строить свой рекрутмент процесс, надо задуматься о том, что вообще мы хотим в конце получить. Мне кажется, это суперважно. Крутяк, лады. Ира, а немножко про себя. Ты в основном нанимаешь сейчас на вакансию? На конкретную? Ну, смотри, у меня на самом деле есть разный опыт. Есть опыт и найма в компанию, когда выбираешь только по каким-то конкретным, вернее, не каким-то конкретным скиллам, а ты выбираешь человека, который подойдет компании. Я работала и в крупных компаниях, где были всякие буткемпы, стажировки, когда ты пылесосишь, рынок нанимаешь очень быстро. И также я сейчас работаю в компании Prisma. Мы делаем приложение. Это небольшой, уже достаточно средний стартап. И когда я пришла, было очень важно, чтобы человек подошел по софт-скиллам в компанию и так далее. Поэтому лично у меня есть опыт и так, и так. У каждого процесса есть свои плюсы и минусы. Поэтому, да, все средства хороши. Лады. Полина, а ты нанимаешь на вакансию? Сейчас да. Если говорить про меня, то я работаю в Сбермаркете. И сейчас в основном у нас подбор идет в конкретные команды, в конкретные вакансии. Но, как говорила Ира, опыт большой, поэтому набирала и в буткемпы, и в компанию. И, правда, повторюсь за Ирой, есть плюсы и минусы каждого подхода. Сегодня про них поговорим для того, чтобы у всех было понимание, как лучше нанимать в зависимости от целей, потребностей, что происходит. Окей. Тимофей. Hello. Ну, что сказать. Меня зовут Тимофей. Я работаю в Киве. Официально моя позиция звучит как старший разработчик. Но так, де-факто я лид по развитию, как это мы назвали, в небольшой команде из пяти разработчиков. Ну, и вместе с этим я принимаю участие в процессе найма в компанию. Почему именно в компанию, я думаю, мы сегодня поговорим. Ну, насчет точки зрения, у меня нет цели здесь затопить за найм в компанию и ничего кроме. Я думаю, мы сможем как раз принести аргументы в пользу тех и иных вариантов и обсудить, для каких компаний ничто подходит больше. Окей. Давайте продолжать. Вот есть какие-то, может быть, роли, позиции, которые лучше там чисто под конкретную вакансию? Или можно теоретически вообще всех именно в компанию по универсальному профилю? Не, всех нельзя. Представьте себе продукта, которого нанимают просто в компанию, например, Яндекс. Чем он будет заниматься, какими задачами, каким продуктом. Мне кажется, для продукта это супер важно, поэтому все еще зависит от роли. И не каждому можно продать историю о том, что приходи к нам, будешь заниматься продуктовой разработкой, развитием всего сервиса. Вот поэтому с точки зрения таких известных самых ролей, мне кажется, продукт – это такая самая яркая роль, которую точно нельзя нанимать на неизвестные задачи, неизвестные направления. Окей. То есть продуктов ищем под конкретную вакансию, на конкретный продукт, без вариантов. А разрабы? Ну, все зависит, наверное, от человека. Для кого-то действительно важен продукт, куда ты идешь, а для кого-то в целом важны просто условия из разряда команды, окружения, что ты не один. Поэтому моя позиция, что все зависит от человека, что ему важно. Слушай, а вот человек заходит в процесс сабесов, и в этом процессе как ему понять, что вот ему подойдет конкретно эта вакансия? Мне кажется, было бы разработчику потенциально интереснее идти в компанию и там уже внутри что-то выбирать, когда уже прошел, когда уже есть варианты. Какой профит для разработчика идти на конкретную вакансию? Ну, смотри, если говорить про кандидатов, с которыми я сталкивалась, то есть ребята, которые идут и говорят, я хочу делать продуктовые фичи, которые будут видны, но не знаю, приду к маме и покажу. Мам, смотри, вот в этом продукте эту кнопочку сделала я. И как бы у нас в компании есть позиции не только продуктовые, но еще и инфраструктурные. Соответственно, если этому человеку продавать историю просто в компанию, он придет и потом разочаруется в тех задачах, которые он будет делать. Поэтому, наверное, зависит от задач, что человеку нужно. Окей. Ир, а вот ты сейчас нанимаешь на конкретные вакансии. Можешь объяснить, какие от этого профиты для компании, почему именно такой путь выбрали? Ну, смотри, здесь на самом деле нужно понимать, когда нужно применять тот или иной подход. Например, если у тебя среднего размера компания и тебе важно специализироваться на какой-то профессии, не знаю, тебе очень конкретный менеджер, конкретный, не знаю, рекрутер и так далее, то в этом и есть профит. Ты конкретно описываешь какие-то скиллы, которые тебе нужны в сотруднике, и его ищешь. Но по бокам от этого процесса есть либо маленькая компания, когда у тебя, во-первых, нет вообще какого-то понимания, какие люди тебе нужны, а во-вторых, нет ресурсов привлекать классных специалистов, у тебя нет много денег или у тебя нет возможности выйти на HeadHunter и, не знаю, собирать людей с рынка, то ты набираешь людей, которые тебе подойдут по каким-то личным характеристикам. Это, скорее всего, будут твои третьи связи, друзья-друзей и так далее. И, скорее всего, их конкретный опыт тебе будет не так важен в данный момент, просто чтобы нужен хороший человек, который тебя понимал, и тогда ты его возьмешь в компанию. А с другой стороны, когда у тебя есть большая инфраструктура, ты можешь набирать большие команды, и у тебя, не знаю, несколько одинаковых команд, которые делают Java-разработку, и таким образом ты можешь нанимать в компанию одинаковых Java-разработчиков и потом на финальном этапе их распределять по командам. Соответственно, профит найма конкретную вакансию, здесь все понятно, ты описываешь задачи, которые тебе нужны, и ищешь под них людей, все сходится. Окей. Мы сейчас упомянули, что найм в компанию достаточно такая специфичная штука, нужны какие-то условия. Тим, расскажи, плиз, как это происходит в Киеве? Ну, может быть, до того, как говорить про условия, я в двух словах, наверное, еще скажу про, а почему такая идея вообще возникла и зачем это. Наверное, интуитивно напрашивается, что если вы нанимаете в компанию, значит, у вас есть какая-то необходимость сколь-нибудь часто опортировать внутри компании между разными продуктами, командами, подразделениями ваших сотрудников. Из-за чего такая необходимость может быть? Ну, наверное, это какая-то ставка на, может быть, внешнюю среду, на изменчивость рынка, на то, что происходит вокруг. Если у тебя, допустим, есть ядро твоей компании, продукт, который market fit, допустим. У тебя все прекрасно, ты можешь мыслить достаточно крупными планами, достаточно долгосрочными, планировать там на несколько лет бюджеты, размеры команд, ты знаешь, что этот продукт, он fit, и ничто его из этой, скажем так, ниши не выбьет. Вроде бы потребности в какой-то ротации очень динамичные, переброски сил нет. А вот если ты находишься, наоборот, в зоне поиска, ты открываешь 5-10 направлений различных, в которых идут там какие-то небольшие команды, проходит время, они идут-идут, и ты чувствуешь так поклевку какую-то, ты понимаешь, что вот это оно, твое направление, твое будущее там золотая жила, твой будущий market fit. И тебе нужно срочно 9 из 10 команд перебросить на это направление, соответственно, они должны при этой переброске и направление не убить, и сами с ума не сойти. Вот здесь как раз появляются и запросы на некую уравниловку, на некую общность. Теперь к твоему вопросу про критерии. Тим, Тим, а там вопрос в чате, может быть, мы сначала на него ответим, а потом перейдем к критериям. Он просто в эту тему, которую мы сейчас обсуждаем. Да? Да, мы. Да, можно одновременно и в команду, и в компанию брать на одни и те же позиции? Что думаешь? В одну и ту же компанию и в команду и в компанию на одни и те же позиции? Ну, наверное, можно. Вопрос, зачем? То есть и то, и другое. Это два, скажем так, процесса. Они оба имеют специфику, они оба достаточно затратные. И там, и там нужны особые процессы, особые навыки, компетенции, и особые условия. И можно, конечно, организовать, можно организовать, я не знаю, там, два отдела рекрутеров, которые один будут так работать, другие сяк. Вопрос, ну, чего вы хотите добиться на одни и те же вакансии? То есть вы хотите и гибкость, и как бы скорость. тут начнутся, скорее всего, гонки между этими двумя, скажем так, направлениями, что, возможно, конкретные вакансии будут закрывать быстрее, чем вакансии в компанию. Например, возможно. Я не знаю. Никогда так не делал. То есть одно из направлений может со временем затухнуть, просто потому, что вакансии будут у него выхватывать из-под носа. А где ты увидела вопрос? Почему я его не вижу? Вот. Или она и снизу. Я, наверное, хочу дополнить Тимофею. У меня есть история из жизни, когда работала в крупной компании. Там этот вопрос мог звучать от нанимающего менеджера. Ему выгодно, когда на него работает, по сути, вот потоковая история, когда человека нанимают в буткэмп, потом приходит этот человек к нему из буткэмпа. И вторая история, когда еще и рекрутеры на него работают конкретно на его вакансии. С точки зрения нанимающего менеджера, наверное, это супер выгодно. С точки зрения рекрутмента, это двойная работа. Типа продать, ну, кому-то продать вакансию в целом в компанию, а кому-то продавать вакансию в конкретную команду. Вот. Ира, есть что-то добавить? Ну, я согласна, на самом деле, с тобой то, что довольно трудозатратно, во-первых, если мы говорим про буткэмпы и про наймп-компанию, что мы строим целую инфраструктуру, про то, как гнать поток кандидатов, отбирать их и потом как-то делать для них песочницу, распределять, это очень большой объем работы, который делает не один человек. Если мы параллельно еще этому строим конкурентную рекрутмент-функцию и закрываем эту же вакансию точечным подбором, кажется, что, во-первых, мы ходим по одному и тому же рынку, и кандидату непонятно, зачем ему откликаться в буткэмп, если он может просто пройти обычное собеседование, вот, а во-вторых, с точки зрения затрат человека часов и затрата бюджета, мне кажется, это немного бессмысленно. Вот, можно делать как бы один за одним, не знаю, пробовать строить буткэмп, а потом возвращаться к стандартному рекрутменту, но одновременно, наверное, смысла нет. Я с Ирой тоже согласен, что такой еще вариант, он размывает немножко позиционирование компании на рынке вакансий, то есть кандидат смотрит, как бы, одни и те же вакансии, но нанимает по-разному. Компания сама не определилась, что ли, или что там с ними происходит, как бы, он может так подумать и не очень захотеть в этом процессе участвовать. Тут, на самом деле, у Станислава еще вторая часть вопроса была, я вижу, про пофиг и решающий фактор. Ну, из того, что я видел, вот это пофиг, на самом деле, если копнуть поглубже, то есть, во-первых, рассказать, какие варианты, какие команды есть, а потом копнуть поглубже в пофигу, то обычно люди называют критерии, все-таки, что для них важнее, какой у них есть релевантный опыт там из прошлых своих мест работы, что может пригодиться в той команде, что может пригодиться в этой. И обычно из какого-то пула команд все-таки ребята выбирают там условно две-три, которые им больше всего подходят. А вот так, чтобы человек говорил пофиг, и мы такие, а, ну, он пофигист, нигилист, давайте не будем его брать, вот такого я не помню, что бы было. Я, кстати, могу здесь добавить то, Ир, давай. Да, и я хотела сказать то, что здесь, ну, есть разные вещи, есть люди, которые приходят в компанию, но, не знаю, есть компания Google, и в Google хотят работать, и, в принципе, наверное, не так прям супер принципиально будет работать, не знаю, над Google, над Gmail или над чем-то еще, то есть ты знаешь, что это классная компания, там классная культура, там много платит, и, в принципе, ты можешь работать над продуктами, потому что тебе не нравится. либо ты можешь, не знаю, конкретно это продукт, который специализируется на банковских продуктах, и ему целенаправленно интересно работать только с банками, и он идет в конкретный банковский продукт, потому что прям ему это супер-супер интересно. Вот, поэтому, как бы, может быть, пофиг, какую конкретно команду, только потому, что ему нравится продукт, нравится культура компании, и он готов попробовать разный, открыт к разным предложениям, но хочет работать в классной команде. Слушайте, вопрос следующий. Он вообще очень в тему. Типа, когда мы собесим к себе на вакансию, ну, мы собесим к себе. Мы, во-первых, и собесим качественно, потому что человек с нами потом работает, и, во-вторых, фитовость проверяем, то есть сходимся мы там как-то по общению или нет, а когда нанимаешь в компанию в целом, и, ну, типа, тебя с человеком потом, может быть, и не придется даже работать, вот так, как гарантировать, что он нормальный, и чем компенсировать вот это вот в формате найма в компанию? Спрашивает Сергей. Тут как раз-таки вторая тема, которую мы плавно хотели перейти, это вопрос про инфраструктуру в компании. Для таких историй, когда нанимаешь не к себе в команду, а в целом в компанию, должна быть четко выстроена инфраструктура. Во-первых, процесс собеседований. Что спрашивать, когда спрашивать, сколько этапов, что на каждом этапе спрашивать. И если мы собеседуем разработчика, который должен подойти как в инфраструктурную команду, так и в продуктовую, нужно понимать разницу в этих двух командах и понять, что вот тут и тут, и это, и это может пригодиться, и обязательно это, и это у него нужно спросить. Помимо инфраструктуры, нужно подготовить команду, то есть тех, кто будет собеседовать, вот эти самые там нанимающие менеджеры, или это будут выделены интерьеры, ну, то есть у них тоже должно быть четкое понимание, что они должны спрашивать, и в целом они должны уметь рассказать про компанию так сладко, если это, например, не какая-то крупная компания, чтобы кандидату захотелось идти в эту непосредственно компанию. Вот. Тимофей, ты хотел дополнить? Да, уже у меня зреет ответ про инфраструктуру. На самом деле я поддерживаю, что ты сказала. Это действительно общий пул собеседующих и общее обучение для этого пула собеседующих, но без этого никак, потому что если мы будем нанимать вроде бы в компанию, но половина будет условно live coding sessions там устраивать на два часа для каждого разработчика, а вторая половина будет два часа про soft skills спрашивать, а условно код вообще проверять не будет, то у нас получится достаточно странная и может быть даже страшная картина, кого мы в итоге наняли и какой у нас средний уровень по разработке, скажем так, получится. Это нашей стратегии изначально просто противоречит по поводу того, что мы как раз хотели гибкость наладить максимальную и наиболее быструю ротацию между командами или между даже продуктами. Вот. Что еще? Еще это профиль обязательно должен быть продуктового разработчика, то есть должны быть у этого пула, общего обученного пула субеседующих, должны быть четкие, понятные критерии, а что мы ищем, а что мы проверяем. И желательно, чтобы это было прям прописано и для разных уровней разработчика, там от уровня junior продуктовый разработчик то middle-senior, просто потому что, когда это записано хорошо на бумаге, понятно, прозрачно всем, так и обратную связь легче обсуждать, и качество легче проверять, и контролировать, качество именно самих интервью. Ну и понятно, что в эту же кучу все ложится, это единый стек технологий для разработчиков компании, потому что нанимать компанию, но спрашивать там бэкэнды на PHP, Groovy, Ruby и всем остальном, мы просто такой пул собеседующих не наберем, скорее всего. Ну и единая стратегия IT, конечно же, прозрачная, которую диктует бизнес, то есть это тот же упор на гибкость, частые поставки, адаптивность, или же это упор на суперкачество, супермаркетфитность и необязательно частые поставки. То есть эта стратегия компании тоже должна быть понятна всем собеседующим и всем менеджерам, и все должны там на ней кровью расписаться. Слушай, вот давай конкретно, что есть в Киве, чтобы человек левый не попал в конкретную команду после того, как его сказали, что вот покенный чувак, можно его брать в компанию куда угодно, вот чтобы не было ситуации, что у него там не случилось с командой со стыковки. Так, еще раз не понял, ты сказал, чтобы не попал в команду? Ну, типа, вот приходит чувак, его от собесили, в целом классный. И дальше его просто в рандомную команду, в которую он сам выбрал, закидываться или как? Или как? Ну, как минимум, да, не все так просто, разумеется. Я еще не проговорил про обученных менеджеров, которые должны вот в этом комитете по найму участвовать. В чем прикол их обученности? Мы знаем примеры, когда в достаточно крупных компаниях менеджеры просто дерутся и друг друга зубы выбивают за разработчиков. Пришел человек, они ко мне, нет, ко мне пойдет. Они устраивают драку вокруг него. И есть гипотеза, почему это происходит. Потому что, допустим, менеджеры из двух разных продуктов, между которыми не установлен какой-то явный приоритет по найму. Чем приоритет по найму диктуется? Необходимостью еще одного человека, еще одной вакансии в конкретном продукте. То есть, любая вакансия – это инвестиция, по сути. Если мы в один продукт проинвестировали человека, он нам через год принесет 100 рублей, в другой продукт 200 рублей. В принципе, достаточно понятная картина. Если мы это не умеем делать, отсюда вытекается, что, скорее всего, мы не очень хорошо делаем прогнозы, не очень хорошо считаем рынок и не очень хорошо считаем, где мы денег больше зарабатываем. Вот такая проблема. Соответственно, куда он попадет? Ну, скорее всего, он попадет туда, где сейчас в нем необходимость больше. Если его желания и эти приоритеты совпали, ну, вообще все прекрасно, идеально. Если эти желания не совпали, ну, это обсуждаемый вопрос между менеджерами и кандидатом. То есть, дальше это, возможно, какие-то встречи либо с менеджером, либо с командой, обсуждения. У кого какие задачи, какое-то объяснение деталей информации, после этого уже может решение скорректироваться. Ответил я? Более-менее. Ир, вот наброс. Смотри. В ситуации, о которой Тимофей говорит, реально, что человек может потенциально попасть не туда, где он лучше подойдет, а туда, где больше потребность сейчас в разработчике. И вот, что дальше? Что из этого? Ну, смотри, я как раз хотела дополнить, потому что я вспомнила свой кейс из предыдущего места работы, когда мы пачками нанимали C++ разработчиков и были плюс-минус смежные команды, и не было понятно, какой приоритет, потому что нужно всем сразу и так далее. и там еще все это накладывалось на то, что какие-то команды умели продавать свои вакансии, а какие-то вакансии команды не умели продавать. И поэтому, когда кандидат приходил и говорил, ой, мне нравятся эти ребята, я хочу идти туда, а у нас, например, не знаю, на совещании мы решили, что приоритет в другой команде. То есть мы сталкивались с такой дилеммой, что делать? У нас вакансия приоритетная вот эта, а кандидат хочет в другую, потому что ему там понравилась команда больше. И здесь, мне кажется, надо с самого начала продумывать такие вещи, то есть как будет выстроен процесс, обучить менеджеров одинаково, плюс-минус продавать вакансии, делать какую-то приоритетность, какие, не знаю, вакансии в первую очередь, какие нет. Плюс обратная сторона того, что кто-то дерется за кандидатов, это значит, что за кого-то не дерутся, что мы будем делать с людьми, которые тоже хорошие, нам подходят, но кто-то оказался лучше, и что делать с этими? Вот, поэтому, мне кажется, на этапе вообще продумывания всего процесса, назовем это буткэмп или найма в компанию, когда ты строишь инфраструктуру по найму в компанию, важно продумать, как ты потом будешь распределять людей по командам. Есть ли, не знаю, какая-то песочница, где вы можете проекты какие-то накидать людям, есть ли возможность ротации перейти из одной команды в другую, мне кажется, это важно, какие-то критерии построить в самом начале, потому что потом, если все это пустить на самочек, потом какие-то кандидаты останутся не в дел, какие-то пойдут не туда, куда они хотели, а то, что у тебя приоритеты не закроются, потому что ребята не смогли просто продать вакансию. Там у Полины поднят рука, но у меня кто-то хотел добавить. Дополню, если мы говорим про крупные компании, в которых уже выстроенный процесс найма в компанию по процедуре буткэмпа, кандидат попадает не в один проект, а в три, и часто эту историю продают, как не всегда важен продукт, который ты будешь делать, а часто важны люди, с которыми ты будешь работать, и поэтому по процессу буткэмпа сотрудник может выбрать, какая из трех команд ему понравилась больше. Самое главное, чтобы эта симпатия была взаимная, то есть не только сотрудник выбирает, в какой команде ему потом остаться, но и команда выбирает тоже, останется ли этот человек у них. Поэтому это такой режим тиндера внутри компании, когда ты уже прошел собеседование, но вот еще такой адаптационный период совпасть с сердечком, грубо говоря, с руководителем и с командой и вот взаимностью получить эту взаимность. Поэтому не всегда, грубо говоря, то, что кандидат, например, туда не подходит, часто, может быть, кандидат сам не понимает, что ему нужно, а в процессе работы, там за тот месяц, работая совместно с командой, он поймет, что может ему инфраструктурный проект-то и нравится, главное, чтобы люди были классные рядом. Звучит клево. Я слышал от одного чувака, который прошел буткэмп в Facebook, что все равно в итоге потом менеджеры за него дрались. Лады. Поехали дальше. Тим заметил, что мы недоответили на вопрос про мотивацию нанимающих. Может быть, назалел ответ. По крайней мере, мне почему-то увиделось, что это вопрос про мотивацию. Что за вопрос-то? Вопрос, когда нанимаешь на позицию, можно привлекать команду к процессу собеседования, снижение рисков для команды, видимо, за счет того, что команда посмотрела, кто к ней выйдет и примерно понимает, о чем речь при онбординге и дальше. И для кандидата снижение неопределенности. Онбординг, наверное, тоже проще, когда ты заранее с человеком побеседовал, примерно знаешь, какой у него уровень, примерно видишь его опыт, ну и можешь уже до выхода человека подготовить какие-то вещи, те же там какие-то планы первичные, что ты будешь ему рассказывать, что ты будешь у него спрашивать. Вот, а вопрос такой, чем это компенсировать в формате найма в компанию. То есть, боль какая, я нанимаю в компанию, значит, что человек не факт, что попадет ко мне в команду, значит, я не снижу в себе риски и кандидату не снижу неопределенность. Еще непонятно, как онбордить, потом буду, потому что кто-то потом другой собеседует ко мне. попробуем сделать первый заход. Есть ли это вопрос про мотивацию? Я могу рассказать про свою мотивацию как интервьюера. У нас довольно, скажем так, дружная, плотная комьюнити разработчиков и разработчиков, и менеджеров, все ребята, которых я очень люблю и уважаю, поэтому даже если я это делаю, знаю, что человек попадет не ко мне, а к кому-то из них, и я нанимаю для них, я все равно обычно достаточно замотивирован и рад и горд, что кто-то получит хорошего кандидата. Как минимум, такой мотивационный фактор. Я могу добавить то, что здесь есть тоже несколько вариантов мотивации интервьюеров. Во-первых, интервью, на интервью приходят не все подряд, а те, кто умеет проводить интервью или хотя бы чуть более скилловие, чем какой-то средний уровень разработчика, и если у вас есть система грейдов в компании и так далее, вы, во-первых, можете зашить в грейды, что когда ты переходишь на какую-то сеньорную позицию, экспертную позицию, не знаю, принципал инженер, то часть твоих задач это в том числе интервьюировать людей. И ты получаешь грейд за то, что ты вкладываешь в компанию таким образом. Второй вариант — то, что поддержу, то, что Тим сказал про мотивацию, чем мотивировать людей, если ты набираешь себе в команду. Во-первых, ты набираешь не только себе в команду, команда не лично твоя, это компания, и беря сильных разработчиков, сильных инженеров, сильных людей, ты поднимаешь бар, свою какую-то среднюю планку того, с кем ты работаешь. То есть, это не просто рандомные люди, которые будут с тобой в офис ходить, это люди, с которыми ты делаешь бизнес. И эти люди, собственно, приносят тебе какую-то новую экспертизу, и, соответственно, нанимая крутых ребят в команду, таким образом, ты делаешь хорошо не только компании, но и себе. Компания, я не знаю, движется вперед, зарабатывает больше денег, остается на плаву и так далее. То есть, здесь важно доносить эту информацию для интервьюеров, а не говорить им, что для тебя это там нагрузка, какая-то работа, за которую тебе не платят, поэтому ты должен интервьюировать. Нет, здесь, собственно, ты рассказываешь, зачем ты это делаешь, мотивируешь ребят либо грейдом, то, что ты это должен делать, но кажется, что более мотивирующая штука это внутренняя мотивация работать с классными ребятами, двигать вперед. Да, Полин? Да, я как это... Я внесу немножко материальной мотивации. Мы придумали такую штуку, у нас сейчас в Бермаркете огромный поток найма, в среднем в квартал около 180 закрытых IT-позиций, это прям супер много, и понятно, что сколько надо провести собеседований, поэтому с мая мы ввели кастомный подарок за 50 проведенных интервью, но то есть, эта история не разовая, когда там выбираем топ-5, кто больше всего проводит, а в целом награждаем всех тех, у кого достигает, по сути, эта циферка 50 интервью. Я, наверное, чуть позже в чат постараюсь скинуть картиночку нашего первого кастомного подарка, чтобы все ее смогли увидеть. Вот, это очень классная толстовка была, на которой мы придумали надпись Hiring Hero. Кажется, это круто, когда ты приходишь в офис, и потом интерьеры ходят в этой толстовке, и другие такие, блин, мы тоже хотим, а сколько у нас до 50 осталось. Можете накинуть интервью. Поэтому такая мотивация тоже работает, наверное, не на всех, но частично работает. Блин, крутяк. Слушай, а ты сказала, что вы нанимаете на конкретные вакансии, при этом у вас такой офигительный поток. Можешь подробнее рассказать про ваш процесс? Да, давай расскажу. У нас в компании стандартно HR-собеседование, наверное, как и во всех компаниях. После HR-собеседования у нас идет техническое интервью. Техническое интервью в зависимости от уровня различается по количеству времени. Если это позиция разработчика, то это полтора часа. Если это позиция TeamDada, то это два часа, так как на TeamDada мы еще спрашиваем какие-то менеджерские вещи. И после этого остается этап топ-грейдинга. Но для внешних кандидатов мы называем эту штуку финальное интервью и продаем ее как оценивание софт-качеств. Нам, правда, очень важно, чтобы человек не только подошел технически нам в команду, но и софтово. Насколько он мотивирован, насколько он сам себя оценивает хорошо. И последняя важная вещь. Мы работаем по методике найма A-плееров. Если говорить про найма A-плееров, по сути, это перформеры, которые перформят лучше рынка, которые тянут свою команду, себя и всех в окружении выше и лучше. Если говорить про эту структуру, то есть, по сути, A-плееры. Про этих людей я рассказала. B-плееры это просто, грубо говоря, хорошие рабочие руки. Потенциально часть B-плееров может вырасти в A, а часть так и останется B-плеерами. То есть, они будут делать свои задачи и максимум все, что от них возможно, просто сделать свою работу нормально. И C-плееры это люди, которые плохо перформят, которые не особо мотивированы и не особо перспективны. Поэтому, если говорить про нас, то мы нанимаем A-плееров и на этапе вот этого топ-грейдинга, финального интервью, мы это проверяем. После этого сбор рекомендаций и оффер. Ну, то есть, по сути, два с половинкой этапа интервью и остальные вещи процессные. Так, и технику проверяют, получается, какой-то тоже универсальный пул собеседующих. То есть, не факт, что человек будет работать рядом с той же команде потом, да? Может быть такое, что да, просто интервьюер независимый от команды. Но вот на этапе финального интервью всегда тот, кто там либо смежник, либо чаще всего это руководитель этого будущего человека. То есть, по сути, возможно, даже не обязательно выбирать прям вот такие полярные штуки, типа отдельно, вот тут у нас поток в компанию, тут у нас на конкретном вакансии. Можно миксовать, можно там какие-то этапы делать общими, какие-то выносить отдельными. Лады, прикольно. Тим, как у вас? У меня сейчас две в голове темы крутятся. Одна про и-плееров, вторая про несколько интервью versus одно. Ты какую хочешь больше? Как хочешь. Давай. Ладно. Тогда общий был вопрос про процесс. У нас общий процесс и общая постановка задач для интервьюеров это найм за одно интервью. Не найм, а принятое решение о найме. То есть, до интервью это буквально какой-то небольшой диалог с рекрутером в таком синхронном полу-офлайновом формате даже возможно. То есть, кандидаты отвечают тогда, когда им это удобно. И дальше у нас есть полтора часа интервью с интервьюерами, экспертом, менеджером, лидом, ну и, собственно, рекрутером. То есть, мы там проверяем и хардскиллы, и софтскиллы, и про продукты рассказываем, и про компанию, и на вопросы отвечаем. И вот за эти полтора часа мы должны принять решение о том, готовы мы условно давать оффер или нет. Ну, по крайней мере, такая у нас цель. То есть, вы проверяете фитовость во всю компанию? Да, начиная от культуры и софтскиллов и заканчивая хардами. Прикольно. А что кандидат? Вот как кандидату проверить фитовость его и будущих со-командников? Ну, с учетом того, что у тебя, как мы говорили про инфраструктуру и подготовку к найму в компанию, культура общая, стэк харды общие и пожелания по софтам общие, то пользуясь какими-то общими профилями, можно проверить. Ладно, то есть, типа, нет такого, что вот там есть команда, которая, не знаю, матерится, и есть команда таких белых воротничков, которые на вы друг с другом. Знаешь, да, вспоминаю, что был такой вопрос с моноклями, которые ходят. Мы ходим с моноклями, и была тема про других господ. Как проверить фитовость? Ну, уже после того, как мы понимаем, что человек в компанию ок, что у него есть идеи, что ему больше нравится, куда он хочет пойти, ему условно там есть идеи, но нет твердой уверенности. есть желание инвестировать еще времени, там условно по полчаса на две команды, чтобы там проверить. Мы можем устроить точную ставку с двумя командами, одна, которая с моноклями, другая, которая без моноклей, и посмотреть, что ему больше понравится. Другое дело, что, конечно, те, которые без моноклей, они, скорее всего, застесняются нового человека, и не будут при нем сразу материться, но, видимо, это уже в процессе проявится. Опять же, если произошла ошибка, и человеку прям сильно не зашла команда по каким-то ее очень специфичным особенностям, мы же в компанию нанимаем, то есть мы всегда его можем ротировать в другую команду, где ему будет более комфортно, и это будет накладных расходов прям минимум. Прикольно. Ир, вот при найме на конкретную вакансию, там же цена ошибки, наверное, сильно выше, то есть нельзя просто взять и ротировать мгновенно человека, когда поняли, что не подходит. Как вы с этим поступаете? Ну, в целом, ты нанимая в компанию и в команду никогда не знаешь, какого человека ты берешь, то есть даже если у тебя будет 10 собеседований, все равно ты не сможешь прочитать человека и узнать, какой он, вот, и мы тут обсуждаем про то, подойдет кандидат в компанию или в команду, и компания подойдет кандидату или нет. Мне кажется, здесь нужно отталкиваться от того, что работа это притирание, то есть и кандидат выбирает компанию, компания выбирает кандидата, и вы соглашаетесь на тот риск, что что-то может пойти не так, и будут какие-то минусы у обеих сторон, поэтому, мне кажется, важно здесь понимать, какие критерии точно нет у обеих сторон, вот что для кандидата может быть важно в компании, не знаю, что в компании, к нему дружелюбно относятся, говорят на ты, открытые, дают фидбэк и так далее, и, собственно, все это можно увидеть на интервью, как общаются люди на интервью, как быстро HR возвращается с фидбэком и так далее, то же самое, компания может выбрать какие-то, не знаю, на пальцах одной руки, что супер критично, не знаю, что человек может донести свою мысль, человек отстраивается, если даешь ему фидбэк, все это можно проверить, а остальное, оно то, с чем можно работать, вот, поэтому, опять же, важно продумать, как ты выбираешь к себе человека, и тем более, что на интервью ты как кандидат стараешься показать себя с самой лучшей стороны, ты не будешь максимально искренне, но у меня очень много кейсов, я долго об этом думала, почему на собеседовании я собеседую одних людей, они вообще раскрываются с другой стороны, но при этом они же не становятся каким-то худшими специалистами или какими-то другими людьми, просто они очень старались на собеседовании, чтобы их взяли, поэтому собеседование это фейк, и, собственно, просто максимально стараешься себя оградить рисками, выбирайте критерии, которые тебе супер важны, вот Полина сказала про рекомендации, можно собирать рекомендации, но главное помнить, что ошибка есть, и это риск, который нужно принимать. Лады, слушай, расскажи, как у вас построен процесс, у вас тоже какой-то такой микс, когда есть техника, которую проверяют, там, выделенный пул общий, или прям всегда конкретные чуваки, с которыми потом будет работать кандидат? Ну, за счет масштабов у нас все работают со всеми, то есть у нас всего 90 человек, если это команда разработки, то они так или иначе будут пересекаться между собой, если команда продукта, то собеседуют люди, которые будут работать с тобой, поэтому у нас, да, наверное, как у всех есть интервью с рекрутером, есть интервью на техскиллы, и есть интервью на TeamFit, просто разница в том, что они миксуются всегда сначала рекрутерское интервью, а потом может быть либо техническое, потом TeamFit, либо сначала на TeamFit, потом на техническое, но в любом случае оно вот оценивается в два этапа, потому что приходят разные люди, на техническое интервью чаще всего приходят специалисты, которые могут оценить тебя технически, на TeamFit скорее придет смежная команда, которая будет с тобой работать, и важно, чтобы ты нашел общий язык не только с своей собственной командой, но и с какой-то смежной. Вот, поэтому примерно так. Я слышала истории, когда давали оффер просто после краткого общения по телефону, но мне кажется, это какая-то не та реальная рынка, и мы не туда идем, если мы будем на такое соглашаться. Все-таки кажется, что нужно чуть-чуть побольше времени провести, принимая решение о том, с кем ты будешь делить следующие несколько лет рабочее место. Блин, да. Ну, вообще, в любом случае, мне кажется, даже в компанию, если ты нанимаешь человека, и он потом уходит через три месяца, то это боль, и это прям дорого. Да, и здесь нужно понимать, что если у тебя один такой кейс, то это больно неприятно, но с ним можно жить, а если у тебя такой кейс случается каждый раз, или через раз, или даже 30 процентов таких кейсов, то здесь надо задумываться, что вы делаете не так. Скорее всего, либо вы как-то не так отбираете людей, либо у вас сломан на анбординг, и вы их не анбордите, и потом что-то ломается. Окей, хорошо. Тут набрасывают, что хочется еще поговорить про то, нанимать ли вообще A-плееров, как Полина нам рассказала, или инвестировать в какое-то обучение, в какую-то мотивацию. Давайте про это еще поговорим. Полин, напомни, please, A-плеер это чисто про мотивацию, или это еще и про то, что человек, какие харды у него есть? Это скорее про харды. Это тот человек, который перформит лучше, чем все, делает больше, чем от него ожидают, и стремится всегда к большему. То есть этот человек превосходящий ожидания. Грубо говоря, мы ждем, что разработчик будет делать A, а этот человек делает A с плюсиком. Вот, это скорее про это. Окей, а как сделать S-B-плеера A-плеера? Если у человека это внутри не будет, то ты никак это не сделаешь. Ну, по сути, как это? Заставлять человека думать больше, чем должно быть? Не знаю, мне кажется, это внутри должно быть у человека, желание стараться, добиваться, ну, какой-то такой целеустремленность, мотивация, умение само себя мотивировать. Поэтому, мне кажется, тяжело руководителю подходить кому-то и палочкой тыкать, давай сделай еще больше. Окей, то есть, ну, короче, я так понял, что теоретически даже стажер может быть A-плеером, при этом стажера все равно нужно дофига инвестировать, но от него будет отдача. Да, да. Так, лады, тогда такой вопрос, типа, нанимать ли стажеров, вот, или инвестировать в стажеров дофига, или нанимать сразу крутых чуваков. То есть, ну, тут трейдов между, типа, платить сразу дофига или платить отложено-размазано дофига. А тут все зависит от компании. А что компании сейчас нужно? Компании на каком этапе сейчас своей, как это, бизнес-деятельности находятся? Если это компания, которая там стартапы, которой надо максимально захватывать рынок, и нету возможности вкладывать свои внутренние ресурсы на обучение стажеров, то, кажется, в этом кейсе не стоит нанимать стажера, и вместо того, чтобы, ну, там, два крутых чувака будет перформить, половинка человека будет заниматься обучением. А если это какая-то крупная организация, которая уже четко стоит на своих рельсах, и которая готова частичку времени каких-то разработчиков, там, тимлидов, руководителей отдавать на обучение, то в таком кейсе, мне кажется, можно пообучать стажеров. Потому что рынок ограничен, и нанимать всегда сеньоров все равно не получится всем. А есть какая-то корреляция вообще? Типа компания ведет найм на вакансии конкретно или в компанию в целом, и компания берет стажерчиков или компания берет только крутых экспертов? Блин, сложный вопрос. Я не задумывалась об этом раньше. Мы рассуждаем. Корреляция может и есть, просто не факт, что это корреляция, это зависимость. То есть, ну, Полина прикольно рассказала, что зависит от компании, от ее зрелости. Условно, если у вас есть, ну, уже какой-то сформированные процессы, сформированная культура, и есть мощный штат, там, ребят, которые эксперты, и у которых есть уже и возможность, и потребность у самих обучать, то, да, стажировки – это хороший вариант. Что еще хотел туда засунуть? Так, можешь еще раз вопрос накинуть? Давай накину. А что насчет мотивации сотрудников, которые уже в компании? Ну, то есть, ты, типа, нанимаешь в целом в компанию, допустим, нанимаешь стажерчика, что происходит с мотивацией тех, кто уже в компании? Или нанимаешь эксперта? И что происходит тогда? Я очень переживаю, знаешь, насчет какой темы. Вот тема онли-найм и плееров, как я это вижу? Есть групповая динамика, есть, было там пять разных компаний, в этих компаниях было по команде, в каждой команде была какая-то динамика, то есть был один там, ай-плеер, супер-перформер, который всегда там предвосхищал все ожидания, были ребята, которые перформили средненько, средненько, были, скорее всего, лоу-перформеры. Допустим, вот эти пять и плееров вышли на рынок, мы говорим, мы нанимаем только и плееров. И так получилось, что они все откликнулись на нашу компанию, на наши вакансии, и мы их всех наняли, всех пятерых, и посадили в одну команду. То есть такое вот ведро с крабами, где эти плееров, которые будут начинать друг другу доказывать, что каждый из них перформит лучше, чем ожидалось, и еще лучше, чем ожидалось. Я не знаю, что в таком случае с динамикой произойдет, мне очень интересно, я никогда такого не видел, но по опыту в какой-то момент динамика плюс-минус устаканивается, и все равно в любой группе, собранной даже из каких бы и плееров они не были, кто-то становится хай-перформером, кто-то становится лоу-перформером. То есть настолько, чтобы это продолжалось достаточно долго, и все супер-перформили. Я не видел такой ситуации, поэтому мне сложно в нее поверить. А теперь надо еще раз вспомнить твой вопрос. Я видел, что Ира поднимала руку. Да, давай. Я хочу побыть немножко хейтером концепции и плееров, потому что она очень такая хайповая сейчас, и все рекрутеры и фаундеры почитали книжку «Кто?» про и плееров, и теперь пытаются или применяют это в своих компаниях, но на самом деле это такое немножко уже заезденная история. Мне кажется, во-первых, в каждой компании и плееры, они свои, и на каждую позицию, в каждый конкретный момент у тебя будет свой и плеер. Это может быть чел, который, не знаю, скурпулезно сидит перестраивать процессы, и тащит твою команду вперед, но он не супердинамичный, классный, веселый, драйвовый и так далее. И когда мы говорим про иплеер, мне кажется, мы немного делаем какую-то сегрегацию того, что вот есть золотые, классные ребята, а есть и остальные, которые нам не подходят. я бы говорила про то, что есть какие-то культурные ценности, объединяющие людей, которые драйвят в команду, и по ним нужно отбирать. И это может быть и стажер, это может быть сеньор, это может быть мидл, это может быть какой-то суперактивный человек, который что-то новое придумает и запустит ракету в космос, либо это крутой чел, который тебе перероет весь легоси и перестроит систему. Вот, поэтому, собственно, важно нанимать людей, которые подходят тебе на конкретную задачу, и если он может делать конкретную задачу и решать твои проблемы, то он для тебя будет A-плеером. Вот, собственно, наверное, моя история в этом. Про динамику могу сказать, что да, все время будут хай-перформеры, лоу-перформеры, это может зависеть и от динамики, кого ты призываешь в команду, и от динамики каких-то личных проблем. Не знаю, человек выгорел, стал лоу-перформером, это не зависит от того, кого ты нанимаешь или нет, какие-то личные проблемы, поэтому это немножко другая история, которая не совсем зависит, ну, в том числе зависит от того, кого ты нанимаешь, но не единственный фактор, который на это влияет. Лады, я наброшу из зала, вот, Тимофей, смотри, приходит к тебе, короче, A-плеер, и ты говоришь, классный чувак, A-плеер берем, вот, и говоришь ему так, чувак, ты пойдешь вот туда, потому что мы видим, что там есть потребность, мы видим, что ты там подходишь, чувак говорит, блин, ну, я так не могу, типа, мне надо посмотреть, с кем я там буду, и что дальше, ну, вот, типа, не гугл же, чтобы просто так кандидаты отправили оффер, типа, и куда угодно, в любую, там, команду, или в боткемп, ну, хочет человек, он поподробнее узнает, с кем он будет работать. То есть, HR-бренд не настолько раскачанный, чтобы там, типа, фанг, просто возьмите ради строчки в трудовой. Ну, тут зависит, конечно, от уровня неизвестности, который хочет кандидат прояснить, и от усилий, которые вы готовы в это вложить. То есть, если, например, у кандидата вопросы из разряда с кем я буду работать, какие задачи я буду делать, кто меня будет анбордить, как меня будут анбордить, то, ну, достаточно легко и непринужденно организовывается встреча с, либо со всей командой, ну, либо если прям производственная нагрузка не позволяет, то с частью команды и в том числе с человеком, который его будет анбордить, а у нас это обычно обученный наставник, который к этому всегда готовится, изучает, знает, что, как делается и может, в принципе, с ходу план анбординг на первые пару недель накидать. Если вот кандидату хватит такого устранения неопределенности, то можно так поступить. А если кандидат хочет, ну, условно, какой-то буткемп или из разряда там выйти, поработать две недели и потом решить, ну, вот такого опыта организации у меня, к сожалению, нет. И я пока запроса такого ни разу не встречал, ну, по крайней мере, конкретно к нам. А можно набросить сюда? То есть, если к вам придет человек, который хочет работать в конкретной команде и делать конкретную задачу или еще, ну, так более, так закручено, вам рекомендуют человека, чтобы он работал в конкретной команде с конкретными задачами и с конкретными, ну, не знаю, там, коллегами, вы ему скажете, нет, иди в команду, ой, господи, иди в компанию, ну, то есть, сейчас потребность в компании, а не в конкретной этой команде в человеке. Рекомендует кто-то извне, ты имеешь в виду? И кандидат хорошо проходит интервью, и мы понимаем, что все ок, то, ну, конечно, почему нет? В общем, все мы гибкие в какой-то момент. Ну, конечно, то есть, мы все гибкие в момент, когда мы боимся потерять кандидата. Я думаю, мы всегда готовы что-то там подвигать, подумать, обсуждать. Ну, типа, процесс ради процесса, а все-таки есть конечная цель нанять человека. Крутяк. Поехали дальше. Некто, анонимный участник интересуется тем, вот ты говорил про переход между командами. что, типа, когда нанимаешь в компанию, есть универсальный профиль, можно там, если понимаешь, что хит не случился, можно человека там куда-нибудь перебросить, вот можно его перекинуть. Как это происходит? Крутяк. То есть процесс какой-то горизонтальной миграции в другую команду. Так? Угу. Как происходит? Формат собеседования, HR, непосредственный начальник, критерии. Угу. Ну, как происходит? Это как всегда, точно так же, как ты приходишь снаружи, это двухсторонний же контракт, точно так же и здесь, там, условно, куда ты хочешь уйти, желательно, чтобы тебя кто-нибудь ждал. То есть, во-первых, это должно быть наличие вакансии в другой команде. Ну, и, конечно же, в этом процессе должен принимать участие менеджер, лид этой команды. насчет принятия HR, участия в этом процессе, я думаю, желательно, потому что здесь еще нужно учитывать факторы, а что происходит, а что пошло не так, и какая у нас цель, только ли осуществить вот этот переход, или еще понять, от чего человек уходит, куда он идет, может быть, нам что-то нужно править либо в процессах, либо в этой команде. Поэтому, я думаю, да, что HR тоже следует в этом процессе принимать участие. Происходит ли это в формате собеседования? Если, опять же, что называть собеседованием, то есть, если это разговор, какие задачи будет делать человек, ему же наверняка интересно, куда он идет, поэтому наверняка у него будут вопросы, на них нужно отвечать, поэтому это можно считать собеседованием. Если называть собеседованием проверку скиллов какую-то обязательно, то есть, собеседование или экзамен, то скорее нет, потому что, если человек у нас работает некоторое время, то он знаком с общим профилем, он по этому профилю оценен и так как профиль в другой команде точно такой же, то еще раз переоценивать его по тому же профилю, если условно прошло какое-то время, пришло время переоценки, можно, наверное, инициировать плюс-минус. Если его переоценивали месяц назад, то смысла нет. Особые критерии в этом процессе. Процесс перехода. Ага, это другой вопрос. Давайте я оставлю, наверное, кусочек еще ребятам, кто выскажется, как это у них. Лады. Ну, то есть, ты все равно сказал, что, типа, процесс перехода, даже если мы наняли человека в компанию и там в какой-то момент мы понимаем, что нужно его в другую команду переместить, все равно это определенного рода проблема и все равно типа с этим нужно как-то работать. Я бы не сказал проблема, потому что, как минимум, эта проблема не у человека чаще всего. Ну, у компании это некая задача, что нужно свести там менеджеров и HR и вот этот транзишен осуществить. Но человек, который вот этот переход осуществляет, он более не должен испытать, потому что его не будут мучить экзаменом, его не будут мучить, опять же, если мы говорим о горизонтальном каком-то перемещении, его не будет мучать там, почитай какую-нибудь книжку, изучи что-нибудь. То есть, он это все, что ему потребуется для работы, он изучит вместе с задачами. Вот про транзишн со сменой прям роли на другую, менеджер-программисты, там, продукт-программист, наоборот, вот это более интересная история уже. Чуть-чуть попозже к этой истории выйдет. Да, 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 не сейчас. Я видел, Ира хотела дополнить. Ну, я хочу сказать, что я никогда не видела нормального процесса, все, что я видела, это были сломанные процессы, и они были чаще всего сломанные из-за того, что не были достаточно опытные, сеньорные темледы, потому что я практически во всех, ну, то есть, текущей команды у нас не было еще пока таких кейсов, но на предыдущих местах работы я очень часто сталкивалась с тем, что менеджер не готов отпускать своего сотрудника в другую команду, то есть, он готов, пусть он вообще на улицу пойдет и в другую компанию перейдет, чем я отдам его какому-то другому менеджеру, причем непонятно почему, вот, и, собственно, я ни разу не видела, чтобы был нормально выстроенный процесс трансфера между командами, потому что нету сеньорности менеджеров, нету какого-то процесса для сотрудника, что ему делать, чтобы поменять команду и так далее, но я могу предположить, что это должно быть частью оценки, перформанс-ревью, какого-то общения one-to-one с менеджером, когда сотрудник приходит и говорит, что ему хочется перейти в другую команду, попробовать что-то новое, и менеджер адекватно может на это среагировать, воспринимая это не как личную обиду, что почему ты от меня уходишь, а как возможность себя проявить, вырастил человек, он переходит в другую команду, перенесет экспертизу, все круто, вот, поэтому мне кажется, что если мы говорим про процесс перехода, то это нужно зашивать в процесс перформанс-ревью в таком случае, вот, но я не видела хороших кейсов, к сожалению. окей, слушайте, я тут осознал, мы не затронули одну тему, вы много говорили про собесы, про инфраструктуру, про всякие процессы, а чего насчет привлечения, то есть все же начинается с чего, с того, что человек каким-то образом попадает в воронку, и вот, что там происходит в двух кейсах, в первом кейсе, когда нанимаем компанию в целом, и в кейсе, когда ищем на конкретную вакансию. Полина. Но в команду нанять проще, тебе точно можно расписать, какие задачи, на какие задачи выйдет человек, что он будет делать, или, например, вторая история, когда ты, у тебя в команде есть какой-то известный человек с рынка, и ты говоришь, ты будешь работать вот с таким крутым чуваком, приходи, ну или в целом рынок знает, что в вашей компании работает такой человек, и ты сразу это как фишечку используешь в продаже вакансии. Вот. Поэтому, наверное, проще нанять в конкретную команду, чем в компанию. Ну, то есть, откликов больше на вакансию? Нет. Мне кажется, откликов нигде нет на вакансию, если мы берем разработчик. Вот. Поэтому откликов не больше, но просто это проще продавать, потому что, ну, представь, ты работаешь в ООО «Ромашка», и ты должен написать кандидату, я не знаю, из Авида или еще откуда-нибудь, ты пишешь, привет, приходи к нам в ООО «Ромашка», делать нашу команду или компанию лучше. Но как-то не очень продающее, когда ты будешь писать, что приходи к нам в ООО «Ромашка», и ты будешь заниматься вот такой фичой, ну не знаю, там у нас вот такая нагрузка, или я не знаю, мы хотим сделать вот это, и ты сможешь приложить руку к этому, мне кажется, это более продающая история. Поэтому все-таки это холодный, ну, холодный поиск, вот, но под вакансию команду проще искать. Окей, Тим, а в Киве одна вакансия с универсальным профилем? Нет, не совсем. Это наше светлое будущее, в которое мы хотим прийти, в любом случае мы понимаем, что мы не можем свои какие-то правила рынку диктовать, обычно рынок себе что-то рассказывает, а ты там слушаешь, поэтому у нас вакансии в том числе платформенные, скажем так. То есть у нас нет вакансии условно бэкэнд в кошелек или бэкэнд в B2B, но есть вакансия бэкэнд, где ты можешь заниматься кошельком, B2B и чем-то еще. То есть в самой вакансии не прописано, какой будет продукт и там в целом какой-то универсальный профиль бэкэндера. Да, вот Полина на самом деле этот аргумент привела, и у меня просто так шпага вылетела из руки и туша, я думаю, теперь насчет действительно продажи и действительно, наверное, такую вакансию продать сложнее. То есть ты можешь расписать, что там будет, какие там могут быть продукты или задачи и каких-то это кандидатов может наоборот зацепить какой-то шириной, типа о, там мне предлагают, я могу всю компанию посмотреть, скажем, плоско. Для кого-то это может зайти, кого-то это наоборот отпугнет тем, что мало конкретики. кроме вот этого, я, честно, разницы в привлечении не вижу, потому что там HR-бренд компании реляют, наверное, сильнее, чем HR-бренды позиционирования реляют сильнее, чем нанимать в команду или в компанию, и не все наверняка даже кандидаты вообще, когда смотрят вакансию, понимают эту разницу и понимают так, а, типа, тут мне не продали конкретную там задачу, которой я буду заниматься, типа, я не буду откликаться. Не знаю, сложно. Тема крутая. Тема интересная. Ир, слушай, я тоже говорила, что ты нанимала, Ир, ты нанимала и на конкретные вакансии, и в целом в компанию. Вот можешь рассказать про свой опыт в плане вот самого начала воронки, как там было с откликами или с конверсией холодных звонков? Ну, если говорить про воронку, она очень ужасная, особенно на разработчиков. Можно написать сотни разработчиков, и тебе никто не ответит, ты пойдешь плакать и страдать. Соответственно, здесь, если говорить про найм на конкретную вакансию, то зависит от того, кого ты нанимаешь. если ты нанимаешь, как Полина сказала, разработчика, то ждать, что у тебя будут отклики, можно ждать у моря погоды. Можно писать самим, можно, не знаю, какие-то другие нестандартные методы. Полина, кстати, может рассказать о своих нестандартных методах привлечения. Вот, здесь все средства хороши, каким образом ты хочешь привлекать, привлекай, рекомендации, что угодно. Если говорить про найм в компанию, то, мне кажется, здесь немного проще с точки зрения лидогенерации, то есть, ты создаешь поток и в этот поток ты можешь сгружать какие-то, ты можешь использовать рекламные инструменты, не знаю, какие-то рассылки, рассылки в Линкдине, какая-то реклама, баннеры, что угодно, генерить поток, создавать какой-то информационный шум, что все кандидаты твоего профиля будут знать, что вы делаете вот такое событие, буткемп, как оно будет выглядеть, какие там позиции, чем нужно будет заниматься, как это все будет проходить и дальше эту воронку сужать, 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 вызывать людей на собеседование, отбирать, делать офферы, сажать их в этот буткемп. Поэтому, мне кажется, разница здесь только в том, что, когда ты делаешь привлечение для буткемпа, ты очень много делаешь перед подготовкой, а когда ты занимаешься на конкретную вакансию, ты постоянно этим занимаешься. Полина, слово тебе. Да, я как раз хотела рассказать про нестандартные методы, которые мы используем в Сбермаркете. Понятно, вот эти все стандартные написания писем, линкедыны, хаббар, фейсбучки, давайте запустим вакансии, что мы делали еще классного. Недавно мы запускали рекламу на баннерах прямо в городе. Один из баннеров находился около Москва-сити. Как вы знаете, там несколько IT-компаний есть, поэтому мы таргетировались. На баннерах были изображены наши руководители разработки. Они были изображены с необычными, наверное, слоганами, наверное, это можно так назвать. Один из слоганов, например, сбрею бороду, когда найду всех Ruby on Rails разработчиков, и там был руководитель, у которого борода была. Вот поэтому, когда он закроет, наверное, себе все вакансии, он, надеюсь, что ее сбреет. Помимо этого, что еще использовали? Использовали промокоды на наш сервис. Мы таким способом хотели привлечь тех, кто не хочет идти в наш продукт, и мы им писали, типа, попробуй наш сервис, приходи, сделать его лучше. Тоже один из таких нестандартных заходов был, поэтому вот Ир тоже хотела дополнить. Да, я хотела рассказать один из интересных кейсов, который я видела. Это делали не мы, но это делал Дилимобиль, и они сделали, если мы пользовались Харшером, то там, где стоят машинки, которые можно забронировать, вот рядом с какими-то хабами, где есть IT-компании, ну вот мы были на Даниловском мануфактуре, и кроме нас там еще был Рамблер, и еще какие-то компании, и они около нас делали такую машинку, и когда ты приближаешь, там был такой IT-вакансий, откликайся, вот, то есть, в принципе, довольно много всего интересного можно попробовать, если включить голову. И как раз вот кейс про то, что приходи делать наш продукт лучше, он классный. Слушайте, а если мы делаем промо вакансии, получается, нам, типа, сложнее делать промо многих разных вакансий, нам проще было бы там валить в одну конкретную. А если вот такой сценарий, когда прям, типа, in real life ты подходишь и там сканируешь паркод, там же гораздо сложнее получается сделать такой найм на много разных вакансий. Полин, вы когда размещали эту рекламу, вы делали ее какой-то обобщенной? Да, мы ее делали просто из разряда тестирования, разработка и так далее. Лады, а кандидат потом уже как-то сам находил там что-то? Ну, мы в основном взаимодействовали с этим человеком, уже как-то рассказывали ему про все возможные варианты вакансии и предлагали ему выбрать. О, а у вас есть чиселки по конверсии такой рекламы? Ну, то есть, сколько... До этого мы сказали, что с откликами все плохо. Конверсия я не расскажу, но расскажу, что кейс рекламы кончился хорошо, у нас принятый один оффер. Один? Да. А сколько стоит реклама на билбордах? Такого не знаю. Ну ладно, хорошо, но на войне все не подошло. эта история такая, что сейчас, возможно, офферов не так много принятых, но это точно так же, когда вы едете на конференции выступать, когда вы едете со своим стендом и рассказываете что-то. После конференции тоже выхлоп обычно небольшой, поэтому эта история скорее работа на HR-бренд, что все это видят, все рассказывают, передают друзьям, ну и было много кейсов, когда, блин, ребят, круто, я видел и скидывают своим знакомым разработчикам, типа, классно, что вы это запустили. Окей, лады. Ну, в целом, да, это валидно, типа, реклама и бренд здесь с такой же эффектами, даже, может быть, больший, поэтому, да, вполне круто. Так, лады. Там был вопросик, короче, мы его случайно проскочили, он вообще уже про другое, надо пояснить за Киви, что в компании больше пяти человек работает. Ну, я ответил коротко, супер в чате, участники присутствующие, я надеюсь, его видно, про то, что это там порядка десятков продуктов, в каждом, в крупных продуктах еще иногда бывает эре, какие-то подразделения, ну, да, вот, Кирилл прочитал, спасибо. Такой мимолетный вопрос. Лады. Хорошо, я сейчас брошу идею в зал, если кто-то хочет ворваться сюда и поговорить с нами прямо вживую, то можно поднять руку, и я приглашу в спикерскую комнату, и мы поговорим прямо вживую. вот это такая уникальная возможность подлодки увидеть комьюнити в лицах, было бы клево посмотреть. Пока что я предлагаю идти в сторону финала, и я бы хотел попросить подытожить вот все, о чем мы сейчас говорили, как-то типа подсобрать в кучку, чтобы какое-то было послевкусие от того, что мы тут наговорили. Полин, да, давайте подведу итог нашей сегодняшней беседы. В целом хочу рассказать две важные вещи, напомнить, о чем говорили, что первое, найм должен исходить в целом от потребности бизнеса в данный момент, на какой стадии находится ваша компания, что нужно в данный момент времени, не знаю, быстро нанять и запилить что-то и выпустить продукт, или нужны какие-то звездочки, которые будут качественно улучшать, ну не знаю, там движки и прочее данного продукта. Это первая важная вещь, а второе, найм в конкретную команду или компанию, что же лучше, и подводя итог этой теме, хочется сказать, что вы сами можете самостоятельно уже принять это решение и поделиться с бизнесом. вы понимаете, что, исходя из поинтов, насколько выстроенный процесс найма, насколько руководители, нанимающие менеджеры готовы собеседовать, не знаю, не на свою вакансию, а в целом для потребности бизнеса, и в целом, с точки зрения позиции на рынке, готова ли ваша компания завлекать кандидатов не конкретными задачами, а в целом своим именем, вот исходя из этих основных пунктов, можете принять уже решение сейчас, как вам лучше нанимать и делиться этим с руководителями из бизнеса. Спасибо. Крутяк. Спасибо большое. Прям очень классно подвела черту, потому что мы наговорили. У нас не появилось новых вопросов. У нас есть один немного в топный вопрос, и я бы хотел его задать тоже, потому что это такой достаточно живой кейс. Тимофей говорил про переход человека из разработки куда-то и про процесс. Вот мы про это тогда не поговорили. Давайте чуть-чуть. Чуть-чуть поговорим? Да. А напомню, в чем была суть, какой процесс перехода сам? Ну да. Мемеджеры там или куда-нибудь еще. Ну да. Я могу на примере одного из свежих кейсов рассказать. Ну и опять же, я в этом кейсе влосторонний наблюдатель, поэтому расскажу, как я это наблюдал со стороны. Сначала у человека, который такой переход хочет совершить, формируется каким-то образом интерес к позиции, которую он хочет занять. Если эта позиция связана как-то с продуктом или с управлением людьми, нужно понимать, что сегодня ты программист с определенным набором компетенций, которые нужны программисту для его задач. А вот темы что продукта, что управление людьми и управление продуктом, они не сказать, что вы прям сильно ортогональны, но набор компетенций для того, чтобы решать задачи в этих плоскостях нужен достаточно особенный. Точно отличный от того, чем обладает программист. То есть это коммуникативные навыки, более прокачивание системное мышление, навыки условно какого-то профилирования, понимания с кем ты работаешь, что их мотивирует, что их драйвит. И чтобы вырастить вот эти скажем так новые для программиста компетенции в любом случае нужно понимать, что это время, это усилие, это обучение и это какая-то практика. То есть человек осознал, что он хочет поменять специфику, он приходит к своему менеджеру и говорит так и так, меня вот то больше не драйвит, хочу вот туда. Дальше менеджер в формате, скажем так, ментор или коуча может немного понакидывать сотруднику вопросов, насколько это, скажем так, подкрепленная мотивация и желание, насколько оно долгосрочное. Если эта гипотеза проверяется, то начинаем искать ментора, который сможет помочь сотруднику те компетенции, которые ему нужно прокачать, нарастить, скажем так. Мы начинаем ему искать задачи, где он сможет эти компетенции проверять, развивать, закреплять уже на практике, в боевых задачах, не в каких-то тренировочных, как на обучении. Дальше мы подготавливаем в принципе уже какую-то почву под выход этого сотрудника, как он выходит, то есть он выходит на какую-то основную уже роль, основную позицию, или он выходит на условно какую-то младшую позицию и имеет возможность наблюдать, как его более старший коллега свои задачи решает, уже там пронаблюдав, может полноценно включиться в работу. Ну и после этого в принципе все. Команда откуда он уходит, понимает, что она его готова отпустить, команда куда он идет, понимает, что она готова его принять и все случается. Но нужно понимать, что это не на один день и даже не на неделю вопрос, это может быть вопрос от трех месяцев до полугода. круто, что в принципе компания дает такие возможности. Это прям показатель. Ира поднимала руку. Да, я хотела сказать, что то, что Тим рассказал, это очень круто, но это нужно, чтобы менеджер понимал, что так можно делать, чтобы был ментор и так далее, но чаще всего я сталкивалась с тем, что в компании роль тебе дается авансом, то есть у тебя нет каких-то суперкомпетенций, ты не подходишь 100% на эту роль, но тебе видит потенциал и тебе дает эту роль, или ты как менеджер даешь эту роль сотруднику. И, соответственно, здесь, наверное, две основные, два основных пазла, которые должны сложиться, чтобы это случилось. Во-первых, как Тим сказал, должна быть какая-то мотивация, что сотрудник должен захотеть это сделать, а во-вторых, должна быть возможность, чтобы это произошло, это может быть какая-то открытая позиция, это может быть заинтересованный менеджер, чтобы продвинуть человека вперед и так далее. Дальше, не знаю, какие-то минимальные наборы требований, не знаю, ну вот, чтобы стать менеджером, тебе нужно нанять сотрудника, который будет делать твою работу, все, наняли, погнали. Обычно у каких-то маленьких средних компаний, если это не крупная компания, в тысячу человек, у которых есть инфраструктура, менторши, программы развития, то чаще всего это желание плюс возможность и погнали. А дальше уже в пути разберемся, какой ты менеджер, какой ты продакт, всему сам научишься. по поводу аванса и такого варианта, да, это тоже приемлемый вариант, он тоже рабочий, для него тоже нужно много факторов, чтобы он случился. Почему мне этот вариант нравится меньше? мне кажется, что я имел возможность попасть вот в такой вариант. Ну и слышал, может быть, еще от нескольких человек, которых примерно, это была одновременна популярная тема для статей, что вот я был вчера разработчиком, а сегодня мне сказали, что я менеджер. и кто-то из коллег со мной тоже делился, кто попадал в такую ситуацию. Ну, я знаю, что это достаточно большой стресс для сотрудника, когда он оказался с новыми задачами, но без новых компетенций, и просто не всем выдерживает, к сожалению. То есть могло бы получиться, если бы его поддержали в свое время обучением, менторством, что-то могло бы получиться, и он бы мог с этим стрессом справиться, но вот за счет того, что ему дали на вырост и сказали как бы плыви и выплывешь молодец, выплывают не все, и возможно мы не все звезды увидели, которые могли бы, потому что этой помощи в свое время не было. Очень экзистенциально. Лады. Смотрите, там есть еще один вопросик, тоже в топный, но мы вообще имеем право на все. Вопрос, на чем строить HR-бренд, если компания небольшая и вилки не поверху рынка, что в таких условиях сложно продавать компанию, и на взгляд человека, какой бы крутой ни была команда, недовольствую зарплату и перевесят в определенный момент, и что же останется? Такой обширный вопрос. Тут с точки зрения две истории. Первая про развитие HR-бренда, как его развивать в условиях текущего рынка, вторая история про зарплату. В целом история с зарплатами, если нас сравнивать с зарубежными компаниями, то тоже можно говорить, что наши вилки все равно будут ниже, чем зарубежные. Поэтому всегда даже у компаний, у которых развит бренд, они так или иначе по зарплате могут оказаться ниже зарубежных компаний, у которых точно так же развит бренд. С точки зрения развития бренда, что можно делать? Мне кажется, можно начинать даже с банальных статей на Хабаре, ну не знаю, с каких-то отправлений своей команды на выступления, на конференции. Это вот та маленькая часть, которую там не супер большим бюджетом нужно делать. Ну то есть написать статью на Хабар, для этого какого-то сильного бюджета не нужно. Или отправить человека на конференцию. На конференциях наоборот всех расхватывают, говорят, приходите, выступайте, если есть классный доклад, мы вас ждем. Вот поэтому мне кажется, можно начать с этого, а потом с постинга просто в соцсетях через своих знакомых, ну не знаю, через репосты и так далее, чтобы просто про вашу команду, про ваши какие-то, не знаю, фичи, ваши, не знаю, там, крутые достижения знало больше и больше людей. Вот. Крутая тема. На самом деле я тут даже наброшу свое мнение, типа, зарплата это гигиенический фактор, и мы всегда понимаем, что кто-то предложит больше, но зарплата просто должно быть типа, достаточно в этих условиях работы. Если человеку кайфово, HR-бренд это в том числе про кайфовость работы, то, ну, наверное, он не побежит за, там, какой-то небольшой прибавкой, просто потому, что зарплата не поверху рынка. То есть, то, что вилка не поверху рынка, это, мне кажется, проблема почти нерешаемая. А отстраивать HR-бренд можно и так, и особенно, если компания сама по себе клевая. Ира? Да, я хотела сказать, что, ну, если вы не можете платить зарплаты, то нужно понимать, почему. Либо вы не выросли, и тогда вы нанимаете людей с обещанием повысить зарплату. Почему люди приходят в стартапы? Потому что это венчур. Ты приходишь на зарплату ниже рынка, но ты знаешь, что ты получишь гораздо больше, когда компания взлетит. Это могут быть, не знаю, реализованные опционы, это может быть больше зарплата, это может быть опыт, который ты получишь сейчас, но условно в условной компании Яндекс могут платить чуть меньше, но зато сотрудник, выйдя после Яндекса, может свой ценник x2, x3, x10 поставить, и потом его возьмут куда угодно. То есть здесь как бы не зарплаты едины, это раз, а во-вторых, если вы не можете платить всем большие зарплаты, возьмите эксперта и возьмите много маленьких сотрудников. То есть здесь как бы много-много других вещей, которые можно решить из того, что вы не можете платить по рынку или выше рынка или что-то еще. Про бренд Полина рассказала, есть миллиард просто способов, как продвигать свой бренд, не прикладывая к этому много усилий, только нужно помнить о том, что с пандемией количество контента стало еще больше увеличиваться и так далее. Поэтому здесь тоже важно писать, понимать, если вы там пишите статьи, еще какой-то контент, во-первых, его и так много, а во-вторых, это кто-то должен делать. Значит, что ваши ребята должны тратить какое-то свое рабочее увеличенное время на написание бренда либо на мотиваре и так далее. То есть здесь тоже много-много подводных камней в HR-бренде тоже. Окей, круто. Я думаю, что на этот вопрос мы ответили. У меня есть запаркованный вопрос, когда Ира говорила про зрелость темлидов, что они должны быть готовы отпустить. Бывали кейсы, что темлиды говорили, нет, пусть он идет на улицу, я его никому не отдам либо со мной, либо нигде. Вот, я бы очень хотел об этом поговорить, но я понимаю, что мы под запись об этом точно не можем говорить. И я сейчас, наверное, за финалю, а потом мы можем еще чуть-чуть остаться и чуть-чуть об этом еще поговорить. Спасибо большое. Это был первый круглый стол, первый подлодкой HR-клю. Спасибо, что были с нами. Спасибо гостям, спасибо Ире, Тимофей, Полина. Вы супер, классно поболтали. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok